Сократят расходы на власть. Режим жесткой экономии будут продолжать соблюдать во всех муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления. Уменьшить затраты – таково поручение главы региона. Мы тратим на управление около 8 миллиардов рублей. Около 8. Тратили почти 11. Нам надо как минимум в ближайший год, в ближайшее время, еще на 3 миллиарда сократиться. В этом году это первый этап сокращения расходов. В режиме экономии городская власть работает с 2015 года. За прошедший срок значительно сократился штат госслужащих. Уменьшили количество подразделений в администрации, урезали расходы на связь, констовары и топливо. В итоге затраты уменьшились вдвое. Также в исполнении данных поручений увеличена доходная часть бюджета на 200 миллионов рублей по неналоговым поступлениям за счет арендной платы, взимаемой за возмездные передачи в пользование муниципального имущества. Реформа местного самоуправления не останавливается, она двигается. И губернатор поставил задачу о передаче более широкого спектра полномочий в районы, ближе к людям и, конечно, с финансированием. Бюджет на 2017 год составит почти 14 миллиардов рублей и сохранится бездефицитным. Не только экономить, но и эффективно тратить казенные деньги – главная задача как для администрации города, так и для депутатов. Каждый рубль в бюджете, ну, конечно, это уже в идеале, должен быть расписан так, чтобы было понятно, что мы можем требовать с конкретного чиновника, с конкретного муниципального предприятия и с конкретной экономией. Сегодня депутаты и их помощники, они работают бесплатно, и я полагаю, что многие чиновники должны тоже выйти в народ, работать больше с народом, и власть должна быть более эффективной. На сегодняшнем заседании городской дум удалось сократить расходы на 87 миллионов рублей. Сэкономленные деньги направят на обновление и пополнение автопарка общественного транспорта, на метрополитен, а также на подготовку к чемпионату мира по футболу. Сергей Кизоркин, Оля Секорецкая, Дмитрий Мешканцов. События.